Добрый вечер! В эфире программа Прайм Тайм. Время говорится об актуальном. Здравствуйте! Мы работаем в прямом эфире и, как всегда, обсуждаем тему, которая касается каждого. Поэтому уже компетентные гости готовы ответить на ваш вопрос. В защиту нашей страны обязанность и священный долг каждого гражданина, так говорится, в Конституции Республики Беларусь. С июля прошлого года выполнить свой долг перед Родиной стало возможным без ношения оружия и принятия присяги. В силу вступил закон об альтернативной службе. Желающих воспользоваться таким правом пока немного. Зато в военкоматах сейчас горячая пора. Полным ходом идет призывная кампания «Весна-2017». Тысячи молодых людей получили повестки, начали свою работу областные комиссии. Сегодня, накануне Дня защитника Отечества, мы поговорим о воинском долге, о том, что же такое альтернативная служба, в чем ее суть, каковы нюансы. Ну и, конечно, уже узнаем, как проходит весенняя призывная кампания этого года в Брестской области. В студии прямого эфира заместитель начальника направления призыва на военную службу военного комиссариата Брестской области Константин Минич. Главный специалист Комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облсполкома Елена Хамитская. И заместитель директора по воспитательной работе с кадетами подполковника в отставке средней школы номер 35, извините, города Бреста, подполковник в отставке Виктор Пенза. Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер, уважаемые гости. Альтернативная служба предусмотрена взамен воинской службы. И ребята направляются на альтернативную службу, место срочной военной службы или службы в резерве. И смысл этой службы заключается в том, что они выполняют общественно полезные действия в ряде организаций. А вообще, насколько необходимо было принятие этого закона? Вот на практике наверняка до этого вы сталкивались с такими ребятами, которые по своим убеждениям не могли проходить службу. Но тем не менее, они к вам приходили и как-то вы с ними разбирались. Инициатива шла именно от тех, кому предстояло служить? Или все-таки вы понимали, что надо что-то новое вводить? Точно, от кого пошла инициатива, я ответить не могу. Да, эта инициатива пошла и от депутатов палаты представителя, которые подняли этот вопрос. А те ребята, которые подлежали призыву на срочную военную службу в резерве и не могли по своим религиозным убеждениям держать в руках оружие и приносить воинскую присягу, они по решению министра обороны, чтобы реализовать их конституционное право, направлялись в одну из воинских частей вооруженных сил. Это в основном 30-ю железнодорожную бригаду, которая дислоцируется в городе Слуцкий для прохождения срочной военной службы. Они там не принимали воинскую присягу и не назначались на воинские должности, связанные с ношением или обслуживанием, применением военной техники. Но сейчас альтернативная служба поменялась, и стоит еще раз подчеркнуть, что она касается только тех молодых людей, которые в силу религиозности... Да. Совершенно верно. Да. Никакие другие причины не влияют на... Нет, только религиозные соображения. Елена Азимовна, ну не случайно Вы присутствуете в нашей программе, хотя казалось бы, вроде бы, тематика такая, призывники, военная служба, комитет по социальной защите. Какова функция, какова роль в данном вопросе непосредственно Вас и Ваших коллег? Дело в том, что после принятия призывными комиссиями разрешения гражданину заменить воинскую службу на альтернативную, все ключевые решения в части несения гражданином альтернативной службы, начиная от распределения, определения места прохождения службы, регионов, которые будет проходить гражданин службы, обеспечения его всеми необходимыми документами, выплаты ему денежного довольствия, денежного содержания и прочее, прочее, принимают органы по труду, занятости, социальной защите. И даже те наниматели, те организации, в которые будут направлены граждане, они не являются их нанимателями в свете трудового кодекса. Эти граждане направляются в организацию внештатного расписания, не являются штатными работниками. Издается приказ о закреплении их обязанностей режима службы, и в дальнейшем, как я уже сказала, и учет рабочего времени, и контроль за выполнением гражданина своих обязанностей ведут управление по труду. Они же принимают решение об окончании гражданина альтернативной службы и его увольнении с альтернативной службы. То есть отношение вот этого молодого человека, который проходит альтернативную службу и нанимателя, регулируется нетрудовым кодексом? Нетрудовым кодексом. Это нетрудовая деятельность, а, как уже мой коллега правильно сказал, общественно полезная деятельность. Такой интересный статус уже получается, что-то среднее. Дело в том, что определить эту деятельность как трудовую достаточно проблематично, поскольку трудовой кодекс дает гражданину ряд прав, в том числе по увольнению, по предоставлению отпусков. Гражданин, проходящий альтернативную службу, не имеет некоторых прав, таких как обычный гражданин. Все-таки это замена воинской службы, и он обязан служить там, куда он будет направлен, и так долго, сколько следует. Наверное, самое сложное было определить, что воинская служба, и поставить тождество, что это за работы такие должны быть, чтобы она приравнялась. Дело в том, что при разработке акта изучался и опыт других стран. В некоторых государствах альтернативная служба является трудовой деятельностью, в частности, вот насколько мне известно, в Российской Федерации. Однако по опыту этой страны, когда возникал ряд коллизий в прохождении службы, в нашей стране принято решение оформить такую службу, как общественно полезную деятельность, как совершенно отдельный вид деятельности. Давайте уже раскроем, что такое общественно полезная деятельность. То есть попросту, молодой человек чем будет заниматься? Вообще на практике гражданин будет заниматься определенными видами работ, то есть не теми видами работ, которые он хотел бы выполнять, не теми видами работ, по которым у него, возможно, есть какое-то профессиональное образование. Определен конкретный перечень видов работы, он насчитывает более ста работ. Самые различные работы, относящиеся как к работам санитаров, дворников, уборщиков, каких-то работ по уходу за лесом. Я вот могу зачитать кое-что, но список, конечно, достаточно сложный. Но работы все в основном не требующие квалификации, поскольку не все граждане... Там, где нужны руки. Там, где нужны руки. Поскольку не все граждане имеют и профессию, которую могли бы выполнять, и коли это уже нетрудовая деятельность, невозможно к ним применить и какие-то в дальнейшем меры ответственности за недобросовестное выполнение этой деятельности. Поэтому государством определен конкретный перечень видов работ. Этот перечень видов работ закрепляется приказом руководителя организации, и гражданин обязан выполнять его. А они сами его выбирают или назначаются определенные виды работ уже вами непосредственно? Нет, это все прерогатива организации, в которой будет нести гражданин альтернативную службу. Если это организация социального обслуживания или здравоохранения, конечно, в основной части будет уход за больными, где-то, может быть, снег почистить. То есть работы совершенно разные. Поэтому нельзя сказать, что гражданин будет выполнять только один вид работы. Ну, еще о конкретике мы поговорим. А сейчас все-таки хотелось бы вернуться в целом, порассуждать, что ли, об этой службе. Вот вначале я сказала о том, что закон сложно принимался, по крайней мере, так афишируется в прессе в частности. И, соответственно, в обществе неоднозначное отношение к этому. Виктор Николаевич, поэтому к вам человек как к бывалому в военном деле. Хотелось бы услышать ваши отношения. И вот в те ваши времена, когда призывали на военную службу, наверняка даже и речи не могло идти об альтернативной службе. Когда я ходил служить, но я не призывался. Я сам пошел, так скажем, и гордился тем, что записано у меня было, что засислен добровольно. В наше время речи об альтернативной службе, ну, мы не знали, что это такое. И я считаю, и сейчас у меня, в общем-то, сугубо отрицательное отношение к этому. Единственное, что, вот опыт России, как вы сказали, я считаю, что у нас поступили очень мудро, что альтернативная служба, она касается только религиозных убеждений. А все остальное, это все, ну, от лукавого, так скажем. Время пришло отдать долг, а остальное обсуждаться, я думаю, что... Ну, а смотрите, здесь тоже ведь формулируется, что человек таким образом выполняет свой долг перед Родиной, да, только вот в такой форме. Все-таки тогда, может, подмена понятий такая какая-то идет? В чем заключается смысл долгопередотечества со стороны мужчины, в частности? Подмена понятий, да, естественно, да. Подмена понятий. Понимаете, опять же, если мы вернемся, ну, в те времена, да, так скажем, не очень отдаленные. Обязан, и это не обсуждалось, понимаете. А сейчас очень много там всяких умных, понимаете, вот туда-сюда. И раньше стыдно было вообще говорить о том, что ты больной, или ты что-то не можешь, понимаете. В целом, если ты не служил, было стыдно об этом говорить. Ну, да, это избитый, в общем-то, такой пример, но, понимаете, надо все-таки, чтобы было четко и прямо. Как у военных. Да, пришло время. Сейчас к нашему разговору присоединяется телезритель. Мы говорим вам, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос или пожелание. Добрый вечер, представьте. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, моему сыну исполнилось уже 18 лет в январе. И хотелось бы, чтобы его забрали в армию, потому что он сейчас нигде не учится. Вам хотелось бы, или ему? И ему тоже. Ну, на этот вопрос я отвечу. Так, ваш сын должен, по идее, получить повестку или в ближайшее время получить повестку в военный комиссариат. По этой повестке он прибывает в военный комиссариат, и там с ним начнут проводить мероприятие, призыв. Если он имеет право на отсрочку, ему будет предоставлена отсрочка, пройдет, не имеет, пойдет проходить медицинскую комиссию. Ну, как я понимаю, волнуется, чтобы побыстрее не тратить время, попадает под весенний призыв или нет, если в январе родился, вот мама переживает. Попадает. Попадает. Если вдруг тебе повестка не отошла. Бывают такие молодые люди и родители, которые лично приезжают и собрать ребенка сразу или не стоит? Не надо собирать. Молодой человек приходит в военный комиссариат по месту жительства, в отдел или группу призыва, и ему выдадут повестку. А скажите откровенно, вот кто сам приходит, таких становится больше со временем или нет? Скажу. Вот какие-то были волнами сначала, не хотели. Приблизительно одинаковое количество. Приблизительно одинаковое. Да. Но вы галочку напротив такого молодого человека остались? Конечно. Это показывает его самостоятельность, желание проходить службу. Такой похвальный пример, в частности, да? Вот этот звонок Виктор Николаевич. Молодой человек, без всяких каких-то рассуждений, желает. Ожидал другого какого-нибудь вопроса. А может быть еще, как сказать, активизируется молодое поколение ввиду того, что декрет номер три действует в полной силы? Может быть, не ожидается в связи с этим наплыва? Возможно, еще многие профессии. Ты обязан просто проходить службу, причем, наверное, не альтернативную для того, чтобы в дальнейшем связать свою жизнь с определенной специальностью. Ну и все-таки давайте еще немножечко про альтернативную службу. Предположим, есть религиозное убеждение у молодого человека. Что он делает, Александр Николаевич? Как вообще порядок? На альтернативную службу имеют право подать заявление ребята по своим религиозным убеждениям. Но данное заявление в военном комиссариате для призывной комиссии примут только после того, как он пройдет медицинское освидетельствование и будет признан годным к военной службе. До этого момента никакого вопроса о приеме от него заявления не будет. Данное заявление может быть подано не позднее, чем за 10 дней до окончания мероприятия призыва. То есть на этом призыве это последний день, 19 мая. К данному заявлению молодой человек прилагает в обязательном порядке собственноручно написанную автобиографию, а также другие документы, которые будут подтверждать его религиозные взгляды, что он не может приносить воинскую присягу, держать в руках оружие и обслуживать или эксплуатировать военную технику. После того, как он подал это заявление, районная и городская призывная комиссии рассматривают данный вопрос. На заседание призывной комиссии могут приглашаться представители органов по труду социальной защиты. То есть ли специальная комиссия собирается? Да, это не специальная комиссия, это районная и городская призывная комиссия. Та же самая комиссия, которая принимает решения в отношении ребят, которые идут на срочную военную службу, службу в резерве. Это все одна комиссия. Но в случае этих ребят могут приглашаться, как я уже сказал, представители органов по труду социальной защиты. А также этот молодой человек может приглашать на данное заседание комиссии представителей, которые будут показывать его религиозные взгляды или еще какие-то взгляды. То есть нужно доказать все-таки свои религиозные взгляды. Здесь уже презумпция невиновности не действует, а здесь уже сам гражданин должен доказать, что он имеет право на данный вид службы. После того, как в отношении его будет принято решение о заимене воинской службы на альтернативную службу, ему выдается направление в комитет по труду и социальной защите. Если он до момента отправки к месту прохождения альтернативной службы изъявит желание, он может отозвать свое заявление. В данном случае в отношении его призывная комиссия принимает решение о призыве на срочную военную службу. И в дальнейшем он не имеет права на альтернативную службу. Ну тоже интересно, да? Сначала человек убеждает, что у него есть религиозные убеждения, да, и пытается, а потом можно как бы передумать, получается. Но может какой-то перелом идет, взвешивание. Я думаю, это все-таки еще и об особенностях, и об условиях, вернее, прохождения альтернативной службы тоже сказывается. Не так все там просто и гладко, как кажется. Но мы обязательно об этом еще расскажем и покажем, а пока очередной звонок. И мы говорим здравствуйте нашему телезрителю. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, представьтесь. Представьтесь, пожалуйста. У меня вопрос к товарищу подполковнику. Какая-то у нас интересная такая строгая религия существует, что у нас запрещено этим гражданам брать в руки оружие? А почему вы так возмущены? Скажите свое мнение. Я возмущен, потому что у меня был такой случай в 1974 году, когда ко мне призвали двух молодых парней, двух молодых парней, вот, баптистов. Но благодаря просвиту он с ними провел беседу, и они с удовольствием приняли оружие. И он сказал, что после, как придете со службы, я вам прощу грехи. Спасибо. Спасибо большое. Ну вот такое мнение тоже имеет место быть. Из опыта основано. Что я могу сказать? Это свидетели Иеговы, которые практически поголовно отказываются принимать присягу. Иеговы, пятидесятники, и еще другие религиозные. Но все-таки Конституции предоставлено им право выбирать, поэтому мы не можем спорить с самым важным документом нашей страны. Поэтому, что мы ответим нашему телезрителю? Здесь уже, как говорится, человек доказывает, что он не может держать оружие. И наверняка глубина его религиозных убеждений, поскольку, например, был такой факт, когда гражданин мог бы и отказаться, и пойти служить войска. Но поскольку он намерен связать свою дальнейшую деятельность именно с вот работой в религиозной организации в качестве просвитера, вот с такой деятельностью, он избрал для себя именно такой путь. В принципе, это его право. Видимо, у всех есть такой наставник. То есть было сказано, что потом я сделаю так, что никакого греха за твоей душой не будет. Виктор Николаевич, и как на практике такое взаимоотношение с коллегами? Как это взгляды на военную службу как-то сложных изменить, так скажем? Ну, нормальная религия, она говорит всегда, что, в общем-то, оружие брать в руки для защиты – это нормально. Но если как-то, если это действительно верующий, и он это может доказать, то, в общем-то, надо к этому уважительно относиться, видимо. Действительно, да. Вот, что здесь не надо, в общем-то, это насилие будет, и это неправильно. Ну, я тоже полагаю, что все-таки граждане должны иметь право на реализацию вот своей такой, своей обязанности другим способом. Все-таки для этого и принят все-таки намерение. Ну, согласен, служите, пусть он вам выразит свою, это нормально. В нашей дискуссии присоединяются телезрители, да, и мы продолжим обсуждать в студии. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот такое. Государство одной рукой посылает на службу, а другой рукой не дает возможности это потом к пенсии службу в армии. Вы имеете в виду, что не засчитываете от строки? Понятен вопрос. Спасибо большое. Елена Надевна готова ответить. Дело в том, что прохождение альтернативной службы, период прохождения, засчитывается в общий трудовой стаж. Но, как совершенно верно заметил телезритель, в социальный страховой стаж для назначения пенсии он не засчитывается. Равно как и обычная воинская служба, когда гражданин проходит обычную воинскую службу, этот период тоже не засчитывается в страховой стаж. Единственная здесь разница, конечно, в том, основана на том, что гражданин, проходящий альтернативную службу, будет у нас служить от двух до трех лет, вместо скольких месяцев для обычных граждан. Год либо полтора года. Поэтому, конечно, здесь тем гражданам, которые принимают для себя решение о замене альтернативную службу, необходимо предусмотреть и такой нюанс, что в дальнейшем, возможно, вот этих полутора лет, может быть, ему не будет хватать до страхового стажа, и необходимо будет продолжать трудовую деятельность. Но нюансов в альтернативной службе наверняка множество. Конечно, нету подъема и отбоя наверняка. А как вообще и кто? Неужели сотрудник вашего ведомства будет приходить и проверять, как он проходит эту службу ежедневно? Это нереально. Никто, конечно, будить не будет гражданина, поскольку он не находится в вооруженных силах. Гражданин сам несет ответственность за своевременный выход на работу, скажем так, за... Восьмичасовой рабочий день. Восьмичасовой рабочий день, причем продолжительность рабочего дня может... Недели, вернее, продолжительность рабочей недели может составлять до 48 часов. То есть это 5 восьмичасовых рабочих дней, получается, с одним выходным днем всего лишь. Поэтому граждане сами несут ответственность и за организацию своего быта в дальнейшем после службы, за приготовление себе пищи, за какие-то бытовые нужды, бытовые потребности. И принцип все-таки, например, из Брестка области молодые люди едут в другие регионы, соответственно, из других регионов прибывают так называемые альтернативщики к нам. Правильно? Это исходя из того, что в срочной службе принцип право действует. То есть законодательство стремится как-то нивелировать разницу между гражданином, проходящим альтернативную службу, и гражданином, который проходит срочную службу, чтобы нивелировать вот эти тяготы воинской службы. Поскольку, конечно, нет непосредственной какой-то опасности жизни и здоровью гражданина, который проходит альтернативную службу. Нет специфических тягот и лишений воинской службы. Остается, в принципе, привычный распорядок дня у гражданина. Он в свое свободное время может посещать какие-то мероприятия. Ну, как гражданские люди, вплоть до того, что гражданин может выбывать из населенного пункта, где он проходит альтернативную службу, но только лишь с уведомлением руководителя организации. И здесь не предусматривается разрешение руководителя организации. Гражданин обязан уведомить и может спокойно выехать на выходные дни, например, к себе, домой, к семье. У нас есть такой пример, как один молодой человек проходит альтернативную службу в нашей области. Поэтому сейчас посмотрим небольшой видеоматериал, ну и продолжим нашу дискуссию. Алексею Чужевскому 20 лет. В Брест он приехал из Орши и в этом году окончил колледж по специальности техник-механик по эксплуатации автомобилей. Но работает сейчас в областной больнице. Именно так выглядит его альтернативная служба. Повестка пришла осенью, как обычно. Вид службы выбрал такой, потому что совесть не позволяет брать оружие в руки и убивать людей. Я рад, что появилась такая возможность отдать долг государству. И поэтому полностью поддерживаю. 40 часов в неделю Алексей помогает разгружать автомобили, чистить снег, выполняет различные хозяйственные дела. В новом коллективе его выбор одобряют. Работа и мы довольны. Все, кто с ним сталкивается, скажем так, характеризует его как абсолютно бесконфликтного, нормального человека, очень легко уживается в коллективе. Обязанность служить Родине предусмотрена статьей 57 Конституции Республики Беларусь. Но порядок прохождения, основания и условия освобождения от воинской службы, либо замены ее альтернативной, определяет закон об альтернативной службе, который вступил в действие 1 июля 2016 года. Статьей 3 Закона об альтернативной службе установлена категория граждан. Она гласит, что принятие решения о замене воинской службы на альтернативную осуществляется в отношении граждан, которые подлежат у нас призыву вооруженные силы, годные по состоянию здоровья и лично заявившие о том, что они имеют те или иные религиозные убеждения, которые препятствуют прохождению воинской службы. Альтернативная служба – это общественно полезная деятельность, выполняемая вместо военной. Молодые люди работают в социальных учреждениях, а также в жилищно-коммунальном, сельском и лесном хозяйстве. Перечень организаций предусмотрен Министерством труда и социальной защиты. Срок службы зависит от наличия высшего образования и составляет от 2 до 3 лет. В Брестском регионе желание стать альтернативщиком в прошлое. Синий призыв выразили 7 человек. Сегодня они служат в Минской и Могилевской областях. Взгляды религиозные, убеждения. Абсолютно это личное дело каждого призывника. Тем более альтернативная служба прохождения, ее предусмотрено законодательством Республики Беларусь, начиная с Конституции и всеми остальными правовыми актами. Поэтому здесь как бы никакого отрицательного отношения к прохождению данной службы нет. Алексей Чижевский на далекое будущее планов пока не строит. Задача на ближайшее – выполнить конституционный долг перед Родиной. Это программа «Прайм-тайм» на телеканале «Беларусь-4 Пресс». Мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 21-55-65. Мы ждем вашего вопроса. Елена Зеленовна, вы сказали уже о том, что время, так скажем, содержания своего быта ложится на плечи непосредственно молодого человека, проходящего альтернативную службу. Работая в той или иной организации, получает ли он какую-то заработную плату? – Заработную плату, опять же, он не получает, поскольку это нетрудовые отношения. Та сумма, которую выплачивает управление по труду гражданину, называется денежное содержание. – То есть фиксированное какая-то сумма? – Фиксированное денежное содержание в размере 150% наибольшей величины бюджета прожиточного минимума. – Какие-то цифры можно? – Это порядка 280 рублей. По истечении первого года службы со второго года это денежное содержание увеличивается на 20%, а с третьего года на 40%. Однако, если гражданин недобросовестно выполняет свои обязанности, то размер денежного содержания в повышенном размере может приостанавливаться сроком на три месяца. То есть гражданин будет получать только эту сумму 280 рублей. Но здесь я бы хотела отметить, что гражданин освобожден от платы за пользование жилым помещением и освобожден от платы за потребленные коммунальные услуги. Кроме того, в случае заболевания он обращается в органы здравоохранения по месту жительства, если ему выписывается рецепт, то получение этого рецепта, получение лекарств для него осуществляется бесплатно. То есть вот такие нюансы государство снимает, и вот эта вот сумма 150% бюджета прожиточного минимума остается гражданину для питания и удовлетворения своих потребностей. Но давайте отметим, все-таки три года, да, срок в два раза больше, и не скажешь, что манна небесная. Не скажешь. И средства существования буквально впритык. И работа не самая престижная. И он не может нигде подрабатывать. Нет, это одно из ограничений альтернативной службы, это то, что гражданин не имеет права заниматься любой иной оплачиваемой деятельностью, не может заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью. Видимо, поэтому были такие трения. Да, и возможно, все-таки будут те, кто и передумает, попробовав, как это в реале есть. Вы сказали, очень хорошо. Ну, все-таки, ввиду того, что особый статус такой у этих людей, да, вроде бы и не трудовым кодексом, уже и к военнослужащим они не относятся. Ответственности какая, если они в целом вообще проигнорируют, предположим. И кто контролировать эту ответственность будет? Получается, должен быть сам альтернативщик, если так его можно называть, сознательный человек. Если нарушение незначительное, например, неявка на работу, либо недобросовестное выполнение обязанностей, то органы по труду могут наложить на гражданина мер дисциплинарного взыскания. Это замечание и выговор. Если же уже гражданин имеет три выговора, тогда мы можем, конечно, информировать более компетентные органы, которые будут привлекать его к ответственности. Гражданин может, ему мы можем уменьшить продолжительность отпуска, который ему предоставляется ежегодно. И вот, как я уже говорила, уменьшается размер денежного содержания. Если есть какие-то нарушения. Но если же в целом гражданин не явится к месту прохождения альтернативной службы, либо покинет место прохождения альтернативной службы, то, конечно, наши органы службы занятости проинформируют органы дознания, которые по результатам расследования будут привлекать гражданина к уголовной ответственности через суд. Константин Иванович, тут на какой-то стадии, насколько я знаю, ответственность уже приравнивается, как и срочно. Да, как военнослужащие, поставивших самовольную воинскую часть. И что в данном случае возможно? До трех лет лишения свободы. То есть реальные даже сроки должны получить. Ну, про альтернативную службу на сегодня хотелось бы, наверное, как-то завершить и перейти к срочной службе. Викторий Николаевич, мне кажется, вы сейчас как-то воодушевитесь более, воспрянете. И вот с вас хотелось бы начать, ввиду того, что вы с молодым поколением работаете. Какие они сейчас, мальчики еще пока, как они воспринимают службу, что они о ней знают, как вы доносите или стараетесь донести, чтобы пополнялись ряды наших вооруженных сил? То есть в сфере, в которой я работаю, у нас речь не идет о как откосить или как не идти. Мы, наоборот, ориентируем их как-то на нормальную службу. Но есть еще и другие ребята. Здесь есть определенные нюансы. И я хотел бы, что сказать, ну, так скажем, ну, такую теоретическую основу, да? Как я уже сказал, раньше, ну, раньше речь не шла о том, иду, не иду. Время пришло, и вперед. Сейчас есть тут и лазейки, и болячки, и все остальные прочие вещи. Я хотел бы, если можно прочитать тут интересную вещь. Все новое, как я сейчас это понимаю четко уже, ну, в общем-то, прожившие жизнь, да? Это хорошо забытое старое. Вот. И надо иногда обращаться к опыту предков, там, национальным традициям, понимаете? Мы очень много увлекаемся всякими там западными технологиями и всеми остальными прочими вещами. Вот так истоком надо все-таки, да? Да, вот так истоком. Вот смотрите. Мужкое в мальчике изначально спрятано и само не раскроется. Раскрепощение мужского начала может только в испытаниях, направленных на преодоление в себе страха, развития силы, ловкости, смелости, выносливости. Беда ожидает тот народ, ту цивилизацию, которая перестанет воспитывать мужество своих мальчиков. В такой среде поселяется страх, парализуется воля, растет хаус в духовной сфере. Вот здесь, по-моему, сказано все. Виктор Николаевич, мне кажется, ввиду того, что завтра День защитника Отечества, можно к папам обратиться. Все-таки в семье идет, все начинается от воспитания. Вот прислушались к словам, как воспитывать мальчика. Ну и маму, конечно, тоже. Ну и папа, может быть, в первую очередь, ввиду того, что они пример силы, надежности, оплот. Как воспитывать мальчиков? Ну, конечно. Ну, семья, конечно, основа. И мальчики, они, например, берут отцов, естественно. Вот. Но когда сегодня, долгая, конечно, вещь, обратите внимание, на автомобили, много женщин за рулем. Если взять социальный паспорт, много очень отцов нет. Отцы где-то там одни в бегах, одни в заработках. Не имеете в виду, много ложится на женские плечи, да? Да, да, и много ложится на женские плечи. Вот. И я сегодня считаю, что это не есть хорошо. Вот. И здесь есть определенные моменты. Мальчики... Это не я сказал. Это было сказано в понедельник по ОНТ. Вот. О патриотизме речь шла. И там, значит, это прозвучало. Что сегодня есть такая проблема. Инфантильность, безинициативность, какое-то равнодушие. Понимаете? Это тенденция не очень хорошая. Вот. И вот мы вот у себя в школе как раз вот, видимо, это призваны как-то немножко довернуть. Получается доворачивать в нужную сторону? Прислушиваются? Знаете, может быть, не очень так меня поймут, но доворачивать надо. Причем доворачивать надо, пусть на меня не обижаются, доворачивать надо мам. Мам. Мамы готовы... Ну, это мама, это, так скажем, инстинкт женщины. Вот. Мама готова за него идти служить. Но у нас был пример другой. Позвонила мама и сказала... А я слышал, да. Вперед. Ну, вот. И мамы очень много, очень много жалеют, понимаете. Ну, это хорошо, конечно, но как меня учили, строго наказывать и сильно любить. Вот здесь вот где-то какая-то середина надо, чтобы была. Чтобы у мальчика были обязательные обязанности. Обязанности, ответственность, дисциплина, инициатива. Вот тут как-то есть. И здоровый образ жизни. Физические упражнения. Ну, сейчас тоже популярное направление здорового образа жизни сегодня. Как иначе, иначе. Может быть, от такой немножко философской части перейдем к практике и специфике вот этой призывной кампании. Какие-то, может быть, определенные моменты, которые должны знать. На какой стадии она сегодня? Ну, в соответствии с указом президента от 27 января 2017 года, номер 29, с 1 февраля в Мрецкой области проводятся мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу, службу в резерве. На данный момент уже начали, полным ходом идут работы по медицинскому освидетельствованию, обследованию призывников, подлежащих призыву на военную службу. А также начали свою работу призывные комиссии. Но на данный момент призывные комиссии в первую очередь рассматривают вопросы о предоставлении ребятам отсрочки от призыва. В соответствии с директивой начальника генерального штаба, с конца марта начнется изучение и отбор призывников. И с 15 мая по 28 мая будут осуществлены отправки на срочную военную службу, службу в резерве. Это коснется большого количества молодых людей? На сегодняшний день призыву подлежит порядка 7,5 тысяч. Но те, которые ребятам будут подлежать призыву, это будет составлять где-то около 2,5 тысяч. Из года в год это где-то число? То число, которое мы отправляем, оно приблизительно плюс-минус каждых полгода. Сейчас я предлагаю выслушать молодых людей, которые уже проходят срочную военную службу. Как они к ней относятся, каково им служится. Давайте послушаем, а затем продолжим программу. Об армии еще до нее рассказывал отец, дядя, все служили. То есть я знал, что будет физически непросто, если неподготовленный человек. Я готовился заранее. Морально также настраивался, что нужно будет жить в коллективе. Здесь в свободное время мы занимаемся спортом. Кто на тренажерах, кто в теннице играет. Пресс можно покачать, спецненуться. Вначале, наверное, как и всем, кто не бегал на гражданке, тяжеловато поначалу. А постепенно привыкаешь к этому, и все отлично, уже даже нравится. Сразу было поначалу очень сложно привыкнуть к раннему подъему. Все, что нужно делать по распорядку дня. Ну и физические нагрузки тоже сразу изматывали очень сильно. Конечно же, больше всего хочется это домой, к родителям, к девушке. Но это же армия, каждый мужчина должен прийти это. Ждем выходных. У нас в выходные запланирована культурная программа. Раз в месяц или в два мы выезжаем в город на просмотр кинофильма. Бояться родителям здесь незачем. У нас есть командир, который о нас заботится. В увольнительную мы ходим согласно расписанию по очереди. Но это если, конечно, нет нарушений дисциплины воинской. И сдаем физическую подготовку на должном уровне. Нужно заслужить. Здесь нет ничего страшного. Как бы все должны через это пройти, испытать все это, чтобы, если что, стать на защиту своей Родины. Я бы посоветовал не пытаться бежать от армии. Все мы для этого породились. У нас есть земля, по которой мы ходим. Родители, которые должны чувствовать защищенность. Когда придут, чтобы дружили. Чтобы не ругались между собой, чтобы были сплоченным, единым коллективом. Чтить традиции воздушно-интесантных войск и силы специальных операций. Быть готовым защитить свою Родину в нужный момент. Слушаться командиров в первую очередь. Готовиться к армии заранее. Парни, тот, кто не боится сложности. И тот, кто хочет идти вперед и развиваться. И узнать, что такое мужской коллектив. И что такое вообще настоящая служба. Приходите к нам, как говорится, и понюхайте небо. Мы снова возвращаемся в студию прямого эфира. У нас во время этого видеопаузы возникла дискуссия. Поэтому давайте мы несколько моментов здесь с вами огласим. Тем более, что уже идет к завершению сегодняшний эфир. Леонид Азимович, знаю, что как-то вам не очень вот это негативное направление в сторону альтернативной службы. Хотели бы несколько аргументов за счету привести. Да, я считаю, что это как раз-таки очень хорошо, что в нашей стране принят такой акт нормативный. Те граждане, которые действительно по своим убеждениям религиозным хотели бы избрать для себя другой вид деятельности, что они могут реализовать свое право и совместить и выполнение конституционного долга, и свои религиозные убеждения. По-моему, это как раз-таки плюс для нашего государства, как для европейского развитого демократичного государства. Ну а что бы вы посоветовали, может быть, тем молодым людям, которые выбрали этот путь, да, службу альтернативную, может быть, о чем-то им стоит знать, помнить, или вот... Или сейчас, наоборот, еще они на распутье. Или подумать, да. Ну, однозначно необходимо оценить, скажем, ограничения, которые налагает альтернативная служба на гражданина. Оценить, сможет ли гражданин на протяжении трех или двух лет, если у него есть высшее образование, быть вырванным из контекста обычной жизни. Ну, наверное, прочитать внимательно обязанности и права гражданина, проходящего альтернативную службу. Или еще раз потом пересмотреть наш эфир в интернете. Может быть. И хочу напомнить, что гражданин после уже принятия решения о замене ему воинской службы на альтернативную, до дня убытия к альтернативной службе, которая ему определяется Министерством труда, он еще может подать заявление и сказать, что он все-таки будет проходить воинскую службу. Вот именно до дня убытия. Все, что после дня убытия, гражданин обязан пройти службу альтернативную. – Альтернативная служба, ну, с опытом еще не скажешь, что у вас есть и альтернативщики, и те, которые поменяли убеждения служить, как это принято во многом, да, и традиционно. Конечно, только набирает альтернативная служба свои плюсы, свои минусы. Вот только-только первые ласточки. Такой у нас колоритный был персонаж, герой в сюжете. Вот ваше мнение и, может быть, какой-то совет, ваше отношение? – Альтернативная служба имеет право на жизнь, потому что это в первую очередь реализация конституционных правов граждан нашей страны. И если он по своим религиозным убеждениям не может держать в руках оружие, ну, он находит способ исполнить свой конституционный долг перед государством в альтернативной службе. Но скажу следующее то, что у нас в области таких ребят только семь человек. Все остальные изъявили желание проходить срочно военную службу. – Но первоначально они задумывались про альтернативную службу? – Ну да, они подали заявление, призывная комиссия рассмотрела. Но все равно большинство ребят, даже имея религиозные взгляды, идут на срочно военную службу. – Ну а в целом, как можете оценить молодых людей, которые призываются сегодня? Виктор Николаевич сказал, что какая-то такая тенденция идет, инфантильность. Как вы с такими призывниками работаете? – Скажу то, что на данный момент большинство ребят идут с большим желанием для прохождения срочной военной службы или службы в резерве. У них есть задор в глазах, есть желание для прохождения службы. – Все, что необходимо. То есть наше патриотическое воспитание, которое еще загладывается в семье, в школе, в высших учебных заведениях, в средних учебных заведениях, оно правильно идет и направлено на то, чтобы молодой человек должен исполнить свой конституционный долг в виде прохождения военной службы. Но всем им хорошей службы, успеха карьерного в воинской службе, всего самого хорошего, и вернуться домой к матерям, к отцам, чтобы в ближайшее время их все будут рады видеть. Ну, с наступающим праздником всех проходящих военную службу, а также тех, кто и когда-то проходил и исполнял свои воинские обязанности по защите нашего государства. – Виктор Николаевич, ну и вам, конечно, нужно несколько слов и в преддверии праздника, и в целом ваше напутствие, пожелание всем молодым людям, кто проходит… – Конечно же, альтернативная служба имеет место быть, это хорошо. Кстати, вот тот закон, который у нас есть, я считаю, очень удачный, очень удачный, очень хороший. Ну, а в преддверии праздника хочу сказать, что те ребята, кто готовятся идти служить, не надо бояться, не надо там о чем-то думать о плохом. Вот сегодня в армии, как я насколько знаю, знаю, наверное, вот, есть и защита и правовая, и человеческая, так что… – Бояться нечего. – Бояться не надо, надо просто гордиться тем, что ты пошел служить своему Отечеству, вот как-то так. – Спасибо большое за участие в программе, с наступающим вас праздником, Днем Защитника Отечества. Вас тоже точно можно поздравить с этим праздником, хотя сегодня действительно всех мужчин поздравлять принято уже с Днем Защитника Отечества. – Здравия, всего самого наилучшего, спасибо, что нашли время и пришли к нам в гости. – Спасибо. – Ну и, конечно же, всех наших телезрителей, мужчин, мужскую половину мы поздравляем с Днем Защитника Отечества, который будет отмечаться завтра. Спасибо за внимание и до встречи в следующей программе «Прайм Тайм». Всего доброго. – Доброго вечера. – Спасибо.